Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня я покажу несколько масел, которые я использую в своем уходе за волосами. Вся информация, которую я вам сейчас расскажу, это то, что я узнала из интернета, из видео на YouTube, из блогов. Я не являюсь абсолютно специалистом, просто покажу то, что работает для меня. Волосы у меня блондинированные, очень сухие, поврежденные, ломаются, секутся, поэтому я решила попробовать в своем уходе масла для волос. Давайте начнем с кокосового масла. У меня масло от Gero Formulas Extra Virgin. Выглядит оно при комнатной температуре 22-23 градуса. Вот так, оно белое, твердое. Если температура будет 25-26 градусов, это масло превращается в жидкость. У меня 454 грамма, достаточно большая банка. В принципе, не обязательно покупать такой большой объем. Выбор сейчас большой и в интернет-магазинах, и в обычных магазинах. Можно взять баночку поменьше. Очень важно, чтобы кокосовое масло было Extra Virgin, потому что в рафинированном масле гораздо меньше уже питательных и полезных веществ, поэтому при покупке обязательно обращать нужно на это внимание. Я беру где-то столовую ложку этого масла для своей маски, но в зависимости от того, какие у вас длинные волосы, короткие, густые или не очень, вы можете варьировать количество масла, которое вы берете на одну маску. Все масла, которые я вам покажу, я покупала на сайте iHerb. Внизу оставлю название и ссылки на эти продукты. Следующее масло, которое у меня есть, это масло авокадо 118 мл от Now Solutions. Это тоже многофункциональное масло. Его, как и кокосовое, можно использовать и для ухода за кожей. Но, к сожалению, мне не нравится запах этого масла. Оно пахнет какими-то овощами, не очень мне нравится, поэтому я использую одну чайную ложку именно для маски для волос. Еще одно популярное очень масло, это масло органии, у меня тоже от Now Solutions. Здесь 60 мл. Это одно из наиболее дешевых масел на сайте iHerb. У меня было масло еще от Aura Kace. Оно мне понравилось больше, но стоит оно дороже. Вот это масло абсолютно запаха не имеет. У масла Aura Kace был такой приятный ореховый запах. Я обычно беру полную пипетку для маски. Но, опять же, это масло можно использовать и для ухода из-за кожи лица, из-за кожи тела. Очень много информации об этом масле в интернете, поэтому можно почитать и узнать о нем побольше. Это все базовые масла. Теперь перейдем к эфирным маслам. Первое масло это масло лаванды от Now Essential Oils. Здесь 30 мл. Большая баночка, дозатор здесь обычный. Я беру 2-3 капли обычного этого масла на маску, как и всех остальных эфирных масел. В принципе, запах лаванды мне нравится, он меня не раздражает. Поэтому с удовольствием им пользуюсь. Еще одно масло это масло розмарина, также от Now Essential Oils и в том же объеме 30 мл. Очень много положительных отзывов о масле розмарина именно для ухода за волосами. Оно входит в много, в многие продукты готовые масла для волос. Такой же дозатор. Использую 2-3 капли, хотя запах розмарина мне не очень нравится, но в принципе нормально к нему отношусь. Масло, которое мне очень нравится, это масло сладкого апельсина Sweet Orange от Aura KC. У меня 15 мл. Дозатор у них у всех одинаковый. Это масло ярко-желтого цвета, имеет очень приятный лично для меня запах. Очень люблю запах цитрусовых. И масло сладкого апельсина одно из моих любимых. Тоже 2-3 капли использую, но больше для эффекта ароматерапии, потому что никаких отзывов о том, что масло сладкого апельсина имеет какой-то положительный эффект для волос, я не слышала. Ну и последнее мое масло, это масло Bay, масло лаврового листа. Тоже 15 мл здесь. У масла Bay есть тоже, не знаю, здесь будет видно или нет, но это масло имеет темный достаточный цвет. И имеет очень сильный запах. Я вообще лавровый лист не люблю. Не люблю добавлять его в еду. При приготовлении. И это масло тоже пахнет очень-очень сильно, очень концентрировано. Вот здесь у них есть даже рецепт массажного масла для кожи головы. На столовую ложку оливкового масла здесь предлагается накапать 5 капель масла Bay и 2 капли масла розмарина. Я пробовала добавлять в свою маску 5 капель, но это для меня очень-очень много. Я просто не могу выдержать этот запах, у меня начинает болеть голова, поэтому я добавляю буквально 2-3 капли. И запах достаточно сильный, он доминирует в этой маске. Но если вы можете его терпеть, очень много положительных отзывов об этом масле. Оно стимулирует рост волос, стимулирует волосяные луковицы, поэтому я стараюсь его добавлять в каждую свою маску. Маску я смешиваю вот в такой стеклянной банке, это у меня баночка от старого кокосового масла. Добавляю сюда все ингредиенты. Еще раз напомню, это столовая ложка кокосового оливка, чайная ложка масла авокадо, где-то пол чайной ложки масла органи и по 2-3 капли эфирных масел. Я это масло нагреваю на водяной бане, то есть ставлю его в мисочку с горячей водой, все ингредиенты между собой слегка перемешиваю. И наношу на свежевымытые волосы, слегка влажные, подсушенные полотенцем и оставляю примерно на 30-40 минут, на час, в зависимости от того, сколько есть свободного времени. Затем смываю. Я масляные маски обычно сначала любым кондиционером или маской наношу кондиционер или маску по всей длине волос, массирую, смываю, затем ополаскиваю один или два раза шампунем. Ну, затем следует ваш обычный уход, который вам нравится. Вот такая моя маска. Напишу внизу ее рецепт. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что смотрели мое видео. До свидания.